привет а в этом видео мы с бабушкой специи расскажем как приготовить домашний майонез провансаль магазинный майонез даже рядом не стоял с вашим домашним действительно приготовив один раз домашний майонез провансаль вы забудете о магазинном его варианте потому что пищевая индустрия далека от идеала да и вообще вы точно будете знать какие ингредиенты использовали а еще поймете что это очень вкусно просто и быстро единственный недостаток соуса заключается в непродолжительном сроке хранения так как это вкуснятина желательно съесть первые 4 5 6 дней но скорее всего вам не придется столько ждать ведь домашний майонез быстро разойдется и в будни и в праздники он просто идеален для приготовления салатов и других блюд а также как дополнительная приправа к ним состав рецепта рассчитаны на 4 порции яичные желтки 2 штуки растительное масло 125 миллилитров горчица 1 чайная ложка соль 1 грамм сахар 1 чайная ложка лимонный сок 1 чайная ложка вода 1 столовая ложка основной этап приготовления прежде всего надо промыть яйца под краном вытерев их разбить и отделить желтки в отдельную посуду отделим сразу нужное количество соли затем отмерим сахар возьмем горчицу не берите более чайной ложки а то будет слишком остро можно даже взять пол чайной ложки если вы не любите острые соусы вот теперь можно начать приготовление домашнего майонеза провансаль сначала отправим желтки в чашу блендера затем всыпаем соль добавляем сахар вводим горчицу а теперь взбиваем венчиком до такой степени чтобы сыпучи растворились и горчица тоже вписалась в эту массу как только вы добились этого начните понемногу добавлять масло при этом не прекращайте взбивать массу мы должны получить соответствующую консистенцию посему вы сами можете контролировать густоту готового майонеза если взять 100 миллилитров масла они 125 получится более жидкая консистенция масса наконец загустела так как вы и планировали наступил момент для следующего шага вольем уксус или добавим прямо в чашу сок лимона как это сделала я снова взобьем массу майонеза получается небольшая порция и его надо отправить в холодильник хотя если вам прямо сейчас надо готовить салат не стесняйтесь кстати попробовав готовый майонез мы решили добавить столовую ложку кипяченой воды и снова взбить соус стал еще мягче на вкус и не такой густой и еще некоторые советы по приготовлению майонеза постарайтесь чтобы каждый компонент имел комнатную температуру что касается добавления масла то его количество в рецептуре условно чем его больше тем гуще готовые изделия но это на вкус можно добавить и оливковое масло к растительному но оливкового должно быть процентов 20 если получился густой майонез разведите его теплой водой в чаши блендера если вы не хотите горчицу который является базовым компонентом майонеза провансаль готовьте без нее но учтите вкус соуса будет чрезвычайно мягким если не хотите брать сок лимона возьмите как того и требует инструкция это уксус винный яблочный или столовый можете приготовить майонез не на желтках а на яйцах что касается соотношения ингредиентов классическом варианте то устроите все так чтобы масло растительного рафинированного было 68 процентов от всей массы желтков 10 процентов горчица 6 7 уксуса 5 процентного 11 процентов сахара 2 2 с половиной процента а соли 2 процента и так домашний майонез у нас готов попробуйте и вы приготовить домашний майонез провансаль по нашему с бабушкой рецептом приятного вам аппетита